Добрый день, дамы и господа! Всем привет, Адита из солнечной Канады, по-настоящему солнечной и теплой Канады. Это видео было снято пару недель назад, когда у нас было очень тепло, просто, можно сказать, жарко, и я решила прогуляться с вами по нашему городу. Решила дать вам немножко послушать музыки. Это, ну, уличный музыкант, я даже не знаю, если можно так его назвать. Просто человек взял свой синтезатор, поставил его на площадь и решил поиграть людям, чтобы люди послушали и получили удовольствие. А люди с удовольствием слушают, отдыхают, обедают с семьями. Прекрасная погода, было очень тепло. Смотрите, какой колоритный дядечка, рыжий такой, с рыжей бородой, наверное, потомок шотландцев, которые в свое время переехали в Канаду. А вот эта девушка протестует против использования натурального меха в одежде. В общем, каждый занят, так сказать, своим делом. Посмотрите, какая интересная семья смешанная, байрейшил. Это называется у нас мама азиатка, папа белый, девочка такая милая, милый ребенок, смешанной расой, очень симпатичная. Дамы элегантного возраста прогуливаются в красивых пиджаках с чашечками кофе. Вот совсем молодые девушки. В общем, посмотрели мы немножко, послушали музыканта и пошли дальше по улице гулять. Я не могу сказать, что я снимала стрит-стайл. Ну, в общем, жители моего города далеки от стрит-стайлеров, никакого особого стрит-стайла у нас нет. Просто люди просто живут, просто получают удовольствие от теплого воскресного дня. К сожалению, центральная улица у нас уже несколько лет находится на ремонте, ее частями ремонтируют. И как результат, вы видите вот этот ужасный уродливый забор, уродливые мусорки, которые стоят возле дома. Это результат ремонта, который уже много-много лет ведется на центральной улице нашего города. Мы зашли в кафе выпить кофе, на улице стоят столики. Мы зашли в кафе сделать заказ и потом собрались выйти на улицу, попить кофе на улице. Ну вот, я решила поснимать людей, просто тоже никакого стрит-стайла, просто обычные люди, обычно одеты. Но, в принципе, это то, что есть, это так, как у нас в Канаде люди одеваются и предпочитают удобство, предпочитают практичность, никаких особых изысков ярких цветов и каких-то невероятных модных тенденций. Ну вот, девушка в коротком платье, в очень коротком платье. Кстати, большая редкость на улице нашего города, обычные люди, как вы видите, все в брюках, джинсах. А вот это вот веяние новомоднее, к сожалению, бариста закрыли, поставили такую пластиковую, пластиковую, как загородку, чтобы, в общем, защитить их от чихающих и кашляющих людей. Ну а мы тем временем взяли свой кофе, вышли на улицу и наслаждались прекрасной солнечной погодой, прекрасными людьми вокруг нас. Я снимала, получала удовольствие просто от того, что я могу сидеть, спокойно пить кофе, снимать людей, которые проходят мимо, молодых и не очень молодых, разного возраста. Но все люди отдыхали, все люди были расслаблены, никто никуда не торопился. Были люди одеты более элегантно, менее элегантно. В основном люди одеты, ну, в общем, как одеты люди во всем мире, это не подиум и не столица мира, не столица моды, вернее, Милан или Париж. Это обычный маленький городок, пригород Торонто, довольно близко мы живем от Торонто, но тем не менее, это пригород Большого Торонто, и люди одеваются так, как они одеваются, наверное, во всем мире. И, видимо, если снять, например, улицы Нью-Йорка или улицы, скажем, Лондона, то люди будут одеты примерно точно так же. Кто-то более модно, кто-то менее модно, но в основном, в общем, как-то так стандартно, я бы сказала. А это магазин, посвященный Дню памяти, у нас в Канаде 11 ноября проходит День памяти погибших воинов, и вот эти вот красные маки, цветочки такие, это символ этого дня. Их обычно прикалывают на ласкан пиджака или на одежду на верхнюю куда-либо. Как правило, все их покупают, и все с ними ходят до 11 ноября. А 11 ноября у нас проходит даже минута молчания в 11 часов у нас минуты или две, я точно не помню, в общем, минута молчания по всей стране. В Канаде, по-моему, в Англии тоже, насколько я знаю. Вот опять немножко вам уродского забора, который пересекает половину нашей улицы. И просто люди, люди, которые идут по улице, люди, которые наслаждаются воскресным днем, солнышком, покупают мороженое, покупают кофе, вышли погулять со своими семьями, со своими детьми. Потому что впереди нас ждет долгая холодная зима, мы все это знаем, поэтому с удовольствием, с удовольствием проводим последние солнечные дни. И вот дама в прекрасной шляпе, дама элегантного возраста в прекрасной элегантной шляпе сидит и пьет кофе или вино, не заметила, что. А витрины украшены уже по-новогоднему, по-кристасному, потому что середина ноября, и, в общем, уже вовсю, вовсю у нас мы готовимся к Новому году и Крисмосу. Хотя это очень странно, когда на улице 20 градусов, но после съемки уже прошло какое-то время, и на самом деле сейчас у нас уже довольно прохладно. А вот это вот я снимала пару недель назад, когда было еще тепло. И мы снова попили кофе и снова вернулись на эту площадь, послушать еще музыку. Музыкант продолжал играть, атмосфера была великолепная, приятная, бегали дети, взрослые сидели на стульях, отдыхали. Вот эти стулья красные, это называется Москока Чера по названию одного из наших озер. Тоже посмотрите, какая элегантная девушка в черных брюках и в белой бруске. Мне очень понравилось, как она одета. Так вот, эти красные стулья поставлены мэрией города, чтобы люди могли посидеть, отдохнуть. Это наши такие канадские стулья, которые названы по имени Озера Москока. И предполагается, что эти стулья ставят обычно на коттеджи или в каких-то местах отдыха. Ну вот, городские власти поставили эти стулья на центральной площади, чтобы людям было где посидеть, отдохнуть, получить удовольствие от хорошей погоды. Они стоят у нас все лето. Ну и, как вы видите, свободы мест нету, потому что людей было очень много. Как я уже сказала, была прекрасная погода. Это большая редкость для этого времени года, чтобы было так тепло. И вот снова, это все та же семья. Они все продолжали сидеть и обедать за то время, что мы сходили туда и обратно. И вот посмотрите, какая прекрасная белая собака. Канадцы вообще очень любят своих животных, очень трепетно относятся к своим животным. Ну все, девочки, вот такое коротенькое у меня было видео, такая зарисовка воскресного дня. Надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам было приятно посмотреть это видео. И увидимся совсем скоро. Люблю, целую, пока, пока, бай. Субтитры сделал DimaTorzok